Всем привет! Канал Покошеварим и жертва маркетинга сегодня. Магазин Лента. 320 рублей по карте и 340 без карты. Я купил вот такие штуки. Дамплинги. Что такое дамплинги? Дамплинги для жарки. Это пельмешки. Короче, это вариация на тему пельменей. Это практически то же самое, что хинкали, манты, всякие пельмешки, димсамы. Вот это вот оттуда. Ближе к димсамам. Азиатские пельмешки. Давайте их пожарим. Блин, денег стоит, кстати, они дофига. 350 граммов здесь и стоит практически 100 рублей за 100 граммов. За морожечка. Заморожечка. Какое смешное слово заморожечка. Ставьте лайки. Давайте хэштег такой вот вбахнем в нашу жизнь. Заморожечка. Будет рубрика заморожечка. Криспи под стикерс. Бренд BB Go. Share Korean Flavor. Короче говоря, корейская уличная еда. Бренд BB Go проходит от сочетания корейского слова смешивать. BB, да, и английского и tea. To go. BB Go получается. Бренд представляет линейку быстрых приготовлений и вкусных продуктов, приносящих радость потребителю. Аллилуйя. Вдохновленной гармонией традиционной корейской кухни, придающей точный баланс. Блин. Ладно, но мы попробуем. Глядишь, все так и окажется. Состав. Тесто. Нормальный состав. Абсолютно. Фарш. Свинина. Вот тут мы узнаем, что они со свининой, потому что по упаковке не очевидно, с чем дамплинги. А у них есть еще несколько видов, но я их в магазине не нашел. Значит, свинина, шпик, лук душистый, капуста белокочанная. Нормально, 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 нормально. Лук зеленый, огурцы свежие, чеснок, соль, сахар, усилитель вкуса и аромата. Целых две штуки. Е-631 и Е-627. Какой-то из них это глутамат надрия, а второй из них это другой, короче, какой-то. Имбирь молотый, вкус ароматической добавки, дрожжевой экстракт. Это тоже усилитель вкуса, только называется по-другому. Произведено на предприятии, использующее молочно-яичные продукты, мясо, куриное, морепродукты, масло кужуте и сельдерей. Вот таким вот образом компания под брендом BB Go уведомляет людей о том, что в нашем продукте могут быть аллергены. Они не очевидно написали, что могут быть та-та-та-та-та-та-та. Они написали, что предприятие, видите, или работает. Можно написать, мы приготовили это блюдо в стране, где попадается кунжут и прочее, все остальное. Ребята, так нельзя уведомлять, мне кажется. То есть надо четко, чтобы человек понимал, что у него есть риск связаться с аллергией. Ну, хотя, наверное, я прикапываюсь. И так это понятно. Если человек прочитает у него аллергия на кунжут, он, возможно, не купит этот продукт. Так, вот они три вида дамплингов, которые мы еще не видели. Это королевские со вкусом барбекю, это со свининой и говядиной королевские, и мини-дамплинги со свининой и говядиной. Вот так вот все оригинально. Способы приготовления либо на сковородке, либо в микроволновке. В микроволновке это вообще не православно, ребят, просто перечеркиваю. Мы будем готовить в микрово... На сковородке. На разогретую сковородку добавить масло, 4-7 замороженных дамплингов и 7 минут обжаривать, переворачивая каждые 2-3 минуты. Я справлюсь. Срок годности 1 год. Здесь специальные вот такие зацепушечки, как бы, за которые можно вот так вот потянуть и открыть дамплинги. Ага, ага. Сихрена лысого ты так сделаешь. Нифига, нифига. Нифига. Ну-ка, Дим, ты попробуй. Открылась, смотри. Ах ты, блин, какой ты сильный. Дима сильный. Ну, смотри, порвался нафиг. Косячник, блин. Халк Дима, блин. Раздраконил все-таки ядрине. Ой, ма. Что это? Подожди. Запах такой скишей капусты почему-то. То есть капуста, которая вот долго пролежала, начала такая подгнивать. Вот оттуда такой запах идет. Или брокколи. В общем, что-то такое овощное. Нет, я не хочу сказать, что там не свеже пахнет. Просто запах неожиданный для такого блюда. Я думал, там специи какие-нибудь. Нет, оттуда тупо травой. Вот это вот все, что здесь написано. А, белокочанная капуста, да. Вот видишь, она есть в составе, да. Лук-порей, лук-репчатый. Ладно, в общем, вот такие штуки. Сейчас мы их высыпем куда-нибудь и покажу вам. О, смотри. Это чебуреки, блин, да. Тоже вариация того, о чем мы говорили. Это мини-чебуреки с начинкой. Очень тонкое, кстати, тесто. И это видно. Видно, что тесто тонкое, даже судя по защипу. Здесь раз, два, три. Десять дамплингов. Пойдем греть. В смысле жарить. Блин, и три не вылазят. Вот это магия всех, короче. Вот смотрите, вот как так-то вообще. Не рассчитано. Лучше бы меньше сделали и дешевле. Три штуки придется жарить отдельно. Очень все брызгается, блин. Довольно симпатичненько. Запах, кстати, приятный сейчас. То есть после открытия пачки он был неприятный. Сейчас у меня вкусно пахнет. Такие мини-чебуречки. Ну что у нас? Дамплинги. Вот они. Вот такие вот штучки. Выглядит прикольно. Вообще, насколько я понял, это вареное блюдо. То есть оно прям варится вот в этих таких бамбуковых, круглых. Как они называются-то? Емкость. В общем. Так. Что-то даже хрустит. А вот он опять, этот запах пробивается. Запах капусты. Начинка больше мясная, по ощущениям. То есть тут вот видно вот это бледное свинячье мясо. Это, возможно, там есть говядина и много довольно зелени. То есть каких-то зеленых вкраплений. В целом, действительно, тесто тоненькое. Тесто приятное. Начинка в виде котлетки. Первый дамплинг в моей жизни. Надо, надо немножко доработать. Потому что, если я сделаю вот так вот, а это соевый соус. Если я сделаю вот так вот и съем, мне понравится гораздо больше. Очень вкусно. У меня сейчас абсолютно четкое ощущение, что я как бы не какие-то домашние замороженные штучки ем, а как будто мне в ресторане подали вот это симпатичное блюдо. Мне нравится по вкусу. Мне нравится по тому, как пожарилось. И мне нравится по тому, как начинка вообще ни разу не высохла после обжарки и разморозки. Вот. Конечно же, это надо есть соевым соусом. Вау. С соевым соусом раскрывается изумительно блюдо. Без него тоже вкусно, но с соевым соусом прям действительно очень круто. Причем, то, что они жареные, а не вареные, придает им, конечно, кайф. Потому что, ну, кто из нас не любит жареные пельмени? Как можно не любить что-то хрустящее? Вообще, когда хрустит, это по умолчанию круче, чем когда не хрустит. Согласны? Очень вкусно, правда. И мясо чувствуется, и зеленушка внутри, и всякие специи. Мне нравится. Очень вкусные пельмеши. 320 рублей. Почему бы и нет? Оценочки. Давайте выставим традиционные, как любому товару, вкус, натуральность, цена. Три критерия. Вкус. Все же, поставлю пять, серьезно. Ну, мне вкусно было. Мне понравилось все, что я сейчас поел. Несмотря на то, что какие-то я запахи чувствовал в начале выпуска, еще что-то, я думаю, будет хуже. Нет, по вкусу реально здорово сделано. И вот эта вот, кстати, фраза, что там... Точный баланс ингредиентов. Вот, согласен. Хорошо сделано. Натуральность. Ну, четыре, как бы, да, глутамана. С другой стороны, это же Азия. Там как соль сыпят этот глутамат. Ну, поставим четыре, давайте, для наших русскоязычной аудитории. Чтобы вы на меня сильно не ругались, что там глутамат, а ты ставишь хорошую оценку. Ну, и цена. 100 рублей за 100 граммов за мороженный продукт, какой бы он ни был, все-таки, наверное, дорого. Хотя, с другой стороны, и пельмень. Сколько вот сейчас стоит хороший пельмень, Диман? Ты знаешь вообще? Я же пельмени не еду. Блин, а мы тоже редко что-то едим пельмени. Сколько сибирских колес, наверное. Что-то до хрена, мне кажется, там килограмм стоит еще больше. Нет? Ну, это хрена. Они классные. Плакцами, да. Ну, и есть там дешевые варианты, есть дорогие. В общем, короче, наверное, сопоставим по цене с пельмешами. Ммм, сочненько, вкусно. 320 рублей за 10 пельмешек. Наверное, дороговато. Поставлю 3. Вот такие дела. Ну, вообще вкусно. Брать советую. Правда вкусно. Редактор субтитров А.Семкин